Добро пожаловать в сказку! Добро пожаловать в сказку! Сказки добра, любви, они всегда вечные. Что случилось? Что случилось? Ты слушала эту пластинку ровно тысячу раз. А это значит, что и я слушал эту пластинку ровно тысячу раз. Если я еще хоть раз ее услышу, то я... Нет. Только нет. Не надо, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты плачешь. Интересно, все ромашки такие плачут? Интересно, все гактусы такие дураки. Черствое количество дураки. Ну, прости. Геннадова не хотела. Ну, ладно, давай. Ну, слушай еще хоть тысячу раз. Кактус! Ты меня тоже прости, пожалуйста. Ты же знаешь, как я люблю эту сказку. Сказку про эту прекрасную власть. Нет. Олег Павлович сам, вначале, был очень против. Он говорил, ну, что, как, это пьеса. Он очень с юмором и ироничен, потому что он сам соавтор этой истории. А когда появилась сама пьеса, насколько мне известно, Олег Павловичу нужно было в те времена сделать детский спектакль. И он не остался доволен ни одним из предложенных материалов, которые ему предлагали для постановки. И в итоге он попросил Устинова, давай вместе попробуем, напишем. В какие-то там рекордные короткие сроки, веселясь и играя, они описали историю, которая их трогает, которая веселила их товарищей. И 50 лет назад, даже больше получается, в современнике появился спектакль «Белоснежка и семь гномов». Он очень долго там жил, очень имел огромный успех. И вот сейчас мы пытаемся заново рассказать эту историю. Песня «Белоснежка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok